В качестве вот такого эпиграфа я хочу прочесть довольно длинную цитату из замечательной статьи Михаила Алексеевича Меншикова «Кончина века». Она посвящена XIX веку. Кто такой Меншиков, наверное, говорить не стоит. Все, в общем, знают, кто это. Значит, Меншиков пишет следующее. XIX век окончательно утвердил наш духовный плен у Европы. Народно-культурное творчество у нас окончательно сменилось подражанием. И в самом таинственном истоке жизни мы, русы, уже порабощены белокурами. Вы скажете, что хорошее подражание лучше плохого творчества, что в подражании наше спасение, что стоит нам, например, остановиться в подражании вооружению соседей, как мы будем немедленно разгромлены. Я на это замечу, что подражание всегда отстает от творчества, и подражатель всегда жертву своему образцу. Были могучие, хотя и неясные причины, почему народ русский не выдержал умственных влияний Запада. Может быть, не хватило энергии выработать свою столь же определенную роскошную культуру. Но раз подчинившись, народ русский подвергается опасности дальнейших постепенных, все более тяжких подчинений. Из подражания Запада мы приняли чужой критерий жизни, для нашей народности непосильным. Мы хотим жить теперь не иначе, как с западной роскошью, забывая, что ни расовая энергия, ни природа наша, ни те, что там. Вынесшие из до исторических времен страшную упругость духа, свежесть тела и сердца, германцы укрепили себя долговременностью и исторической дисциплиной. Обогатили невероятными изобретениями, мореплаванием, промышленностью, грабежом колоний. Они легко могут позволить себе великолепие их городов с дворцами, театрами, храмами, роскошью полей, парков, обилие фабрик, железных дорог и флотов. Они в десятеро богаче нас и, вполне естественно, без напряжений устроили себе богатую обстановку жизни. Нам же, народу континентальному, расплывшемуся по стране суровой и далеко не одолевшему всех природных препятствий, народу земледельческому, неторговому, свойственно сравнительная бедность и культура менее пышная, менее искусственная, более близкая к природе. Для нас естественнее было бы натуральное хозяйство, нежели денежное, промыслы кустарные, нежели фабричные, вообще земледельческий, деревенский уклад, нежели капиталистический. Но Запад поразил воображение наших верхних классов и заставил перестроить всю нашу жизнь, народную, с величайшими жертвами и большой опасностью для нее. Подобно Индии, сделавшейся когда-то из богатой и еще недавно зажиточной страны совсем нищей, Россия стала данницей Европы во множестве самых изнурительных отношений. Желая иметь все те предметы роскоши и комфорта, которые так обычно на Западе, мы вынуждены отдавать ему не только излишки хлеба, но, как и Индии, необходимые его запасы. Народ наш хронически недоедает и клонится к вырождению, и все это для того, только чтобы поддержать блеск европеизма, дать возможность небольшому слою капиталистов идти на говногу с Европой. 19 век следует считать столетием постепенного и в конце его тревожно-быстрого упадка народного благосостояния в России. Из России текут реки золота на покупку западных фабрикантов, на содержание более чем сотни тысяч русских, живущих за границей, на погашение долгов и процентов по займам и прочее. И неисчислимое количество усилий тратится на то, чтобы наперекор стихиям поддерживать в бедной стране богатое культурное обличие. И вот дальше, внимание, фраза. Если не произойдет какой-нибудь смены энергии, если тягостный процесс подражания Европе разовьется дальше, то Россия рискует быть разоренной без выстрела. Вот эта фраза. Смена энергии. Смена энергии – это революция на самом деле. И вот об этой смене энергии я и хочу сегодня поговорить. И, естественно, говорить мы будем о широкомасштабных процессах. Но прежде всего надо договориться о терминах. Революция. Кто помнит или кто знает, когда впервые термин революция был применен политическим событием и по какому поводу? Отсутствие буржуазной революции. Нет. Может быть, славная революция. Кто сказал славная революция? Правильно, совершенно верно. Впервые термин революции был применен к первой по-настоящему буржуазной революции. Потому что Кромвелевская революция не была буржуазной. Это был бунт торговцев. Очень хорошо это показал Тревор Ропер в своих работах. Это был бунт торговцев и мелких чиновников против становления как раз буржуазного уклада. Эти люди, кто такие были индепенденты? Это не была прогрессивная буржуазия, выражаясь марксистским или либеральным языком. Это люди, которые хотели возврата к прошлому. А вот первой буржуазной революцией, по-настоящему, была революцией 1688 года. Но она была обставлена как возвращение на круги своя. Отсюда революшн. То есть револьгар. 360 градусов. И до французской революции термин революции это поворот на 360 градусов. Это возврат к ближнему состоянию. И только с французской революции революция это 180 градусов. Это принципиальное изменение строя. Но у Маркса революция это смена формации. Причем это обязательно прогрессивная вещь. И второй термин, который нам понадобится это смута. Вот мы как определим смута, это что такое? Или не определим, сначала хотя бы опишем. Смута и революция это одно и то же или нет? Как кто думает? Вот что такое? Смута это вообще, так сказать, характерная черта русской истории. И главная черта смуты, что смущает людей, это двое власти или много власти. Вот если мы посмотрим на смуту начала 17 века, то это Шуйский против Лжедмитрия. Значит, это первое ополчение против второго ополчения. Это Пожарский, затем против Романова. Если брать 17-й год, это Петросовет против Временного правительства. Хотя, разумеется, это была отчасти борьба Нанейского мальчика с Медведем, потому что и те, и другие были в масонских ложах и заседали они в одном помещении. Тем не менее, противоречия, так сказать, были. Если брать последнюю смуту, это Ельцин против Горбачева, затем Ельцин против Верховного совета. То есть, смута это двое власти.